В этой книжке мы открываем для себя, в общем-то, я бы не рискнул сказать, нового поэта. Это неожиданно жесткая, даже резкая в чем-то книга, в том смысле, что режется по-живому та фразировка, та музыка, к которой мы уже привыкли в предыдущих книгах Дмитрия Стротцева. И там, где раньше за высказыванием, за словом возникала музыка или подразумевалась музыка, в этой книге возникает тишина, и такая очень, тишина очень грозная. И тому виной, собственно, тот материал новый, который составил главную часть этой книжки, собственно, от этого материала и название газеты. Потому что книга состоит как бы из двух частей. Это, собственно, газета и еще «Гнева поэма». И вот этот новый минимализм такой в чем-то безжалостный по отношению к своей же собственной привязанности к этой музыке, да, к своей же собственной возвышенности, что ли. Вот мне это кажется бесконечно ценным. Это еще раз подтверждает даже не интуицию, а, в общем-то, пример, когда по-настоящему поэт возникает, когда становится на горло собственной песни. То есть отказывается от того, что лучше всего у него получается. Когда эта легкость вдруг превращается в тяжесть. Конечно же, тут и какая-то зрелость и в самом таком прямом смысле слова взросление и уход людей близких, Дмитрию как человеку, как поэту. И сама ситуация политическая, социальная, виной, да. И вот это прямое обращение к такому повседневному, еще не артикулированному опыту, мне кажется, и делает эту книжку очень острой, очень современной, потому что действительно здесь нет законченного высказывания, даже на уровне синтаксиса. Синтаксиса есть ощущение вот этой расколотости самой фразы. Вот. И это действительно новый Дмитрий Стротцев. И из этой расколотости, если вспомнить то, что говорил Вагенов по поводу, как бы переосмысляя центральный поэтический миф, миф об Орфее, да, что, собственно, поэзия начинается тогда, когда Орфей спускается в ад диких шумов и визгов. Вот. Вот. Вот эта ситуация в книжке есть. Мне кажется, это самое сильное, что в этой книжке как бы есть, и то, что собирает ее вот и делает этой свинцовой газетой. Может быть, подробнее еще скажет Андрей Пилов, который написал замечательное предусловие к этой книге, где как раз он уделяет особое внимание разным ипостасям, да, того, что такое газета и как она используется. А я тогда просто открою наш вечер тем, что, собственно, прочитаю стихотворение, которое открывает эту книгу и является тем камертоном, который нас настраивает на, собственно, вот эту недоговоренность, которая в каждой, что ли, фразе присутствует. Вот. Без той вот как бы многозначительности, да, по-настоящему недоговоренность, потому что как бы фраза открывается в некую грозу и в тишину неизвестности. Куда попали брызги тьмы и света, Где ходит океан в края, А ночь в глаза одета, А день кровит в поля, Так брошена твоя газета, Кривая голая земля.